Продолжаем выпуск. 33 года назад, 15 февраля, с выводом советских войск из Афганистана закончилась война, которая длилась вдвое дольше, чем Великая Отечественная. Она шла за тысячу километров от белорусской земли, но оставила раны, которые до сих пор наполнены болью. Через афганскую войну, следуя присяге, прошли свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров. И тысячи военнослужащих, выполняя свой армейский долг, отдали собственные жизни. Чтобы увековечить память о тех, кто боролся за наше мирное небо над головой, в конце минувшего года городская организация общественного объединения Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане выступила с инициативой изготовления стелы, на которой будут имена тех, кто навеки в нашей памяти. Идея увековечить имена погибших возникла довольно-таки давно, потому что у нас есть музеи, все это записано, есть портреты. Но ведь мы хотели бы, и не только мы, но и вдовы, матери, а сейчас уже дети и внуки погибших, хотели бы видеть эти имена именно здесь, в парке воинов-интернационалистов, у обелиска. Мы долго совещались и пришли к единому мнению, что целесообразно это будет сделать в виде стелы. Тут рядом те люди, наши земляки, которые погибли во время выполнения воинского долга. Именно это является основным посылом. Обратились в Брестское спецпредприятие. Брестское спецпредприятие пошло навстречу. Но понадобились средства. И тут львиную долю материальной помощи оказали нам афганцы и работники облгаза. Испытания 33-летней давности давно пройдены, а вот боль в сердце не утихает до сих пор. Трагические события 80-х оставили глубокий и кровавый след в истории народа и отдельных семей. В пламени Афганистана оставили в своей жизни порядка 800 белорусов, а ведь это были чьи-то мужья, внуки, сыновья. Сохранить память о тех страшных днях – долг каждого из нас. Война, которая длилась вдвое дольше Великой Отечественной, навсегда останется в памяти не только участников, но и тех, кто живет сейчас под мирным небом над головой. Официальное открытие Стеллы состоится 15 февраля в рамках мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов. Продолжение следует...